Водоемах нашей России, в водоемах Тверской области, где сейчас я нахожусь, очень много окуня, которого иногда можно тоже очень много наловить. Вот, вчера мне посчастливилось получить хороший улов, который надо как-то обработать. И буду я коптить этого окуня горячим способом копчения. Выходные дни короткие, время летит быстро, поэтому я хочу показать сегодня способ копчения рыбы, который занимает как можно меньше времени и наиболее эффективный. Рыбу солю обычно вот в таком вот ведре, накануне вечером засаливаю ее, использую обычную поваренную соль, такого грубого помола, соль серая, самая дешевая, ни в коем случае не ядированная, ни в коем случае не морская. Беру где-то приблизительно столовую ложку с небольшим горбом на килограмм рыбы, пересыпаю рыбу этой солью и оставляю в холодном месте в теньке на ночь. И стоит она у меня до утра и напитывается солью. Просаливается окунь быстро, утром я беру окуня и промываю его проточной водой от соли, от слизи, чтобы он был хороший, красивый и не прилипал к решетке. После того, как промыл проточной водой, прямо из шланга, прямо из лейки садовой, я беру и выкладываю его на решетку и на ветерке он у меня обсыхает, для того, чтобы его уже начать коптить. Способов копчения рыбы, рыболовы, кулинары, хозяйки и все, кто любит готовить, знают огромное количество. Это и способ горячего копчения, и способ холодного копчения. Вот у меня стоит такая с виду неприглядная, но на самом деле чудесная коптильня для холодного копчения. Это долгий способ, сегодня о нем не буду рассказывать. Основная масса привыкла коптить вот на таких вот ольховых опилках. Почему-то традиция говорит нам о том, что коптить надо на ольховых опилках. Они есть не всегда под рукой, опять же говорю, выходные короткие, за ними не всегда удобно ехать в магазин. А вот дрова есть всегда на любом дачном участке, их в достаточном количестве. Поэтому здесь, в Тверской области, есть такой испытанный годами старый деревенский способ копчения рыбы просто на дровах. Который позволяет и время сэкономить, и силы сэкономить. Щепу для копчения обычно намачивают. Дрова мы никогда не намачиваем, они практически никогда не воспламеняются. Берем обычную коптильню. Вот коптильня у меня объемом где-то приблизительно 20 литров. Для большой коптильни вот целые ольховые поленья можно класть целиком. Для маленькой коптильни их можно расколоть на какое-то количество частей, чтобы они просто поместились на дно нашего металлического ящика. Это довольно просто, это можно сделать буквально в течение нескольких минут. Сначала огонь разводим на мангале, затем раскладываем рыбу на решеточке, на коптильне, так, чтобы рыба друг к другу не прилегала, не приставала. После этого берем ящик и ставим его на несильный огонь. У большинства возникает всегда вопрос, сколько по времени коптить? Коптим мы, естественно, отталкиваясь от объема коптильни, которая есть в данный момент под рукой. Если коптильня большая и по объему она примерно 50 литров, коптим минут 20, максимум 25. Если коптильня маленькая, как вот в моем варианте, объемом около 20 литров, то тогда достаточно 10-11 минут. Если будем держать больше, в этом случае рыба будет сухой, будет очень горькой, впитает в себя большое количество дыма, то есть будет невкусная, будет совершенно испорченный продукт. Прошло 11 минут, снимаю коптильню, видите, держу ее совершенно спокойно, хоть она и горячая, поэтому всегда рекомендую, чтобы коптильня была с такой снегреющейся ручкой. И не открывая, ставлю в тень где-то минут на 25-30. Вот в тени рыбка у меня будет остывать. Пройдет 25-30 минут, крышку отодвигаю и оставляю на ночь остывать полностью. За это время рыба пропитается всеми соками, бульонами, которые в ней содержатся, напитается еще дополнительно ароматом. Ну и главное, она не будет приставать к решетке. Не надо ее смазывать маслом, не надо еще придумывать каких-то сложных способов, просто главное не трогать. На следующее утро снимаю рыбу с решетки и увожу домой на радость близким, знакомым, друзьям. Очень вкусный, очень ароматный, эксклюзивный продукт. 21 век, век молекулярной кухни, век сложных рецептов. А я все время был и остаюсь сторонником всего надежного, простого, испытанного веками. И вот при помощи обычных дров, при помощи самых простых приспособлений, я делаю рыбку, которая ничуть не уступает по вкусу, по качеству, всем самым сложным, самым хитрым способом копчения. Кушайте на здоровье!